Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Диана Жилинкова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Состояло заседание Российского союза ректоров. На самом жарком континенте мира раздувается конфликт на почве воды. Как вода может стать помощником в процессе нефтедобычи? В Казанском университете в формате видеоконференц-связи прошло заседание Совета Российского союза ректоров. Подробнее об этом мероприятии расскажет наш корреспондент. 12 октября ректор Казанского университета Альшат Гафуров принял участие в заседании Совета Российского союза ректоров. Заседание проводили министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков совместно с президентом Российского союза ректоров Виктором Садовничем в формате видеоконференц-связи. Главной темой обсуждения стала пандемия и переход на дистанционное обучение. Решение о том, чтобы закрывать университет или не закрывать, конечно, надо обсуждать в любом случае с министерством, с учредителем. Пока на данный момент полной остановки университетов, вузов у нас нет. Но ситуация настолько динамична, что она меняется каждый день. Наша общая задача – стараться по максимуму обеспечить все-таки традиционный формат обучения. Также поднимался вопрос об основных подходах к цифровому развитию высшего образования, а именно о развитии и внедрении технологий дистанционного и онлайн-образования, формировании цифровой культуры и обновлении и расширения IT-инфраструктуры. Обсудили и вопрос о совершенствовании контрольных цифр приема. Механизм совершенствования КЦП сохраняется из методики 2020 года, так как он показал достойный результат. А к 2030 году ожидается рост этих результатов на 10%. Кристина Надышина, Ленар Довлетиаров, Универньюз. Симптомы простуды легко спутать с коронавирусом. А вдруг человек заражен? Можно ли ему ходить на учебу или работу? Можно ли опасаться за близких? Ответить на эти вопросы поможет результат теста на COVID-19. Анализ на COVID-19 – это самый надежный способ узнать, представляет ли человек опасность для окружающих. Результаты анализа необходимо иметь на руках и тем, кто предпочитает путешествовать в период пандемии. Узнать, являетесь ли вы носителем инфекции, можно, сдав анализ на COVID-19 в университетской клинике Казанского университета. Можно обратиться по адресу улицы Вишневского, 2А, 4 этаж. Там принимают у нас анализы в две смены – с 7 утра до 8 утра и с 15.00 до 16.00. С собой обязательно нужно будет иметь паспорт и полис МС. Также через регистратуру можно записаться на удобное время или по телефону 233-3022. Результаты анализа пациент может получить в кратчайшие сроки уже спустя 1-1,5 дня. Стоимость анализа – 1650 рублей. У вас берется мазок из носовой полости. Главное – не использовать никакие лекарственные медикаменты перед процедурой. Убедительная просьба также не курить. Все процессы отработаны максимально. Сейчас нет никаких у нас критичных ситуаций. То есть мы готовы к любому количеству человек, которые обратятся к нам. Диана Желенкова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. 2020 год был богатым на события. Однако не все они были благоприятными. Пожары, протесты, пандемия. А тут еще эксперты прогнозируют к концу года конфликт в Африке. С участием практически 15% населения Земли. В чем суть разногласий и кто станет возможным участником первой африканской – в материале нашего корреспондента. В Африке совсем скоро может разгореться новый конфликт, который, возможно, втянет в себя сразу несколько стран и минимум полмиллиона человек. Причина конфликта – гидроэлектростанция. Постройку планируют возвести в Эфиопии на реке Нил. Однако, по некоторым мнениям, электростанция может обезводить Нил и доставить множество неприятностей для египтян. В уже далеком 2011 году в Эфиопию запланировали к постройке проект, ранее недопустимый по размерам для страны – ГЭС Великого Возрождения Эфиопии. По планам проектировщиков, такой станции хватило бы, чтобы обеспечить недорогим электричеством всю страну. Также электростанция предоставила бы возможность продавать излишки энергии для стран-соседей. Доступ к большому количеству дешевого электричества даст возможность индустриализации эфиопской экономики. Сейчас это в основном аграрная страна, есть дешевые трудовые ресурсы. При наличии энергетических ресурсов там можно создавать современную промышленность, достаточно эффективную, достаточно конкурентоспособную. Сложность заключается в том, что построить ГЭС планируют на русле Голубого Нила, тем самым создав трудности для Судана и особенно Египта. Эфиопия намеревается заполнить водохранилище за три года, а это грозит Египту дефицитом 25 миллиардов кубометров воды и, как следствие, голодом. Как заявили представители Египта, из-за постройки станции миллионы рабочих мест будут потеряны. Тысячи гектаров походных земель исчезнут, площадь обрабатываемых земель увеличится, стоимость импорта продовольствия резко возрастет, а урбанизация будет стремительно расти. При тех объемах водохранилища, которые предполагает заполнить Эфиопия, Египет реально будет испытывать огромный дефицит воды. И если будет не хватать воды для орошения, это значит, что сельское хозяйство Египта очень сильно пострадает. Ну а, соответственно, пострадают люди, которые занимаются сельским хозяйством. Они будут лишены источника дохода и источника питания. На данный момент в Египте и Эфиопии идут массированные пропагандистские кампании друг против друга. Как недавно заявили представители Эфиопии, Каир угрозами пытается отнять у других стран право пользоваться собственными водными ресурсами. Египет же со своей стороны уже пообещал не допустить запуск электростанции любыми способами. И именно эти действия и можно назвать как возможное начало Первой Африканской войны. Составлять прогнозы о том, кто, с кем и когда будет воевать, пока рано. Однако, если все же конфликта не удастся избежать, то участвовать в нем будут явно больше двух стран. На стороне Эфиопии возможными союзниками выступят Кения, Джибути и Сомали. Существует также вопрос, на чьей стороне выступит Судан, так как он стоит посередине Эфиопии и Египта. К слову, Египет имеет одну из самых сильных армий в Африке, если не сказать самую сильную. А если вдруг победа не будет получена сразу, то на помощь придут братья по вере из Ближнего Востока и Ливии. Конечно же, не стоит забывать и о возможном вмешательстве других держав. Очень сложно спрогнозировать, как пойдут события и кто на чьей стороне в этом смысле выступит. Важно еще будет, на чьей стороне выступят крупные державы, имеющие свои интересы в Африке и Соединенные Штаты, европейские страны, Турция, Китай, Индия, Иран. Поэтому я не думаю, что сейчас можно давать какие-то прогнозы. Надеюсь, что удастся крупномасштабной войны избежать по этому поводу. Пока что рано судить о том, что может случиться. Однако, по прогнозам экспертов, в конце 2020 года в мире сможет случиться очередной военный конфликт. На территории, где проживает свыше 300 миллионов людей или почти 15% населения Земли. Лев Диденко, Универ-Ньюс. Ученые нашли экологический и легкодоступный способ добычи тяжелой нефти. О том, в чем он заключается и зачем вообще нужно добывать тяжелую нефть, смотрите в нашем следующем сюжете. По оценкам ученых, легкая нефть может закончиться уже в этом столетии. Однако, не стоит переживать на нашей планете еще достаточно нефтяных резервов, состоящих из битумной или по-другому тяжелой нефти. Но по своей структуре она плотная и высоковязкая, поэтому в вопросе ее добычи могут возникать трудности. Ученые приоритетного направления эко-нефть Казанского университета провели исследования, в результате которых выяснили, что вода помогает снижать вязкость тяжелой нефти. Вода играет роль только как теплоноситель, то есть для оберега тепла внутри бласта, за счет этого снижает вязкость нефти внутри нефтяных месторождений, или может играть роль как химический агент для снижения и увеличения степени благограждения тяжелой нефти. Совместно с коллегами из компании «Зарубежнефть» ученые Казанского университета подтвердили, что это экологический и легкодоступный источник извлечения углеводородов. Мы использовали ряд основных уникальных установок, различных современных методов. В конце концов, мы подошли к выводу, что вода на самом деле сможет играть роль не только как агент для снижения вязкости, а как донор водорода, который сможет улучшать качество добытой нефти. Результаты исследований были опубликованы в журнале FUEL. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok